Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет обзор ретро-детективов Николая Свечина. Николай Свечин – современный российский писатель, краевед, автор популярных исторических детективов. И его книги максимально приближены к исторической правде. Николай Свечин – это литературный псевдоним Николая Викторовича Ингина. Псевдоним он взял в честь Александра Андреевича Свечина, русского военного теоретика и практика, генерала, героя Первой мировой войны. Популярный писатель родился 2 февраля 1959 года в городе Горьком. Сейчас это Нижний Новгород. После школы молодой человек поступил на экономический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского. Получив диплом, он устроился работать нормировщиком на местное предприятие. И через несколько лет Николай Викторович уже занял должность инструктора горисполкома. А после распада СССР сменил множество профессий. Был бизнесменом, банковским служащим, сотрудником финансовых компаний. Но мечтой Николая Свечина всегда был литературный труд и возможность писать. Творческая карьера Свечина началась в 2001 году, когда будущий автор остался без работы, но с массой свободного времени. Работая над первым историко-приключенческим романом, начинающий писатель применил свои обширные краеведческие знания. В 2005 году из «Два трельства литера» опубликовала две первые повести «Завещание вакума» и «Охота на царя», которые познакомили читателей с Алексеем Лыковым. Алексей Николаевич Лыков – это главный герой цикла «Ретро-детектива» в «Сыщике его величества». Алексей Лыков родился в 1857 году в Нижнем Новгороде. И сыщик Алексей Лыков – это лучший сыщик местной полиции, гроза преступного мира, он расследует запутанные дела и ловит самых опасных преступников царской России. Также он интеллектуал и настоящий силач. И с тех пор этот нижегородский полицейский стал главным героем детективов Николая Свечина. В нашей видеопрезентации мы хотим вам представить несколько книг из серии «Сыщик его величества» происшествия и службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей. «Мертвый остров». Весна 1898 года. После смерти своего учителя Алексей Лыков отправляется в командировку. В Японии найдены трупы трех беглых русских каторжников, которые по документам по-прежнему числятся заключенными сахалинских тюрем. Есть подозрение, что их побег организован японской мафией – Якудза. И чтобы найти ответы на все вопросы, Лыков отправляется на Сахалин с секретным заданием. Роман «Дознание в Риге». Действие романа происходит в 1898 году. Друг Лыкова, лифлядец Яан Титус, поехал в Ригу на похороны старшего брата Язапа и выяснил, что его брат был убит. Полиция не хочет искать виновных, и тогда Ян начинает собственное расследование, но ему советуют покинуть город. Узнав об этом, Лыков приезжает в Ригу на помощь товарищу, и они начинают искать убийц самостоятельно, сталкиваясь с головорезами. Сыщикам приходится нелегко. Смогут ли друзья раскрыть это преступление? Вы узнаете об этом, прочитав роман «Дознание в Риге». Роман «Касьянов год». Действие романа происходит в 1900 году, год високосный. Считается, что он приносит несчастье. По святцам 29 февраля – День Святого Касьяна, и по нему весь год называется «Касьяновым». Вот и у Лыкова этот год не задался. По просьбе министров финансов Витте Лыков отправляется в Киев. Зять Витте, Михаил Меринг, проводит рискованные аферы. Он занимается жилищным строительством и, стараясь обмануть кредиторов, жульничает с залогами. И Лыкову предстоит вывезти его на чистую воду. Но в Киеве сыщика ждут сплошные неудачи. Дело осложняется тем, что начинают погибать люди. Да и сам Лыков ходит по краю. До него начинается охота. Роман «Лучи смерти». Министр внутренних дел полуручил Николаю Лыкову дознание обстоятельств смерти ученого, который изобрел новое, невиданное ранее оружие, столь разрушительное, что войны с ним станут бессмысленными. После публикации этой новости в газете ученого нашли мертвым. Смерть сочли не криминальной. Но вскоре контрразведка перехватила письмо германского резидента с сообщением о том, что ученый убит, власти ни о чем не догадываются, а бумаги изобретателя скоро приправят в Берлин. Насколько удачным будет расследование Лыкова на этот раз? Сможет ли он найти убийца, изобретателя лучей смерти? Об этом вы узнаете, прочитав эту книгу. Роман о варшавской тайне. В этом романе Лыков отправляется в Баршаву, чтобы расследовать несколько преступлений. Зверски убиты русские офицеры. Все это варшавские власти списали бы на обычных уголовников, если бы не упрямство Лыкова, которая, рискуя собственной жизнью, сумела раскрыть заговор государственного масштаба. Эти и многие другие романы включает в себя серия «Происшествия и службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей». Всего этот цикл включает более 40 книг. Помимо серии «Происшествия и службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей», также Николай Свечин написал несколько сборников сюжетов об Алексее Лыкове. Эти сборники можно читать после всего цикла или параллельно с романами. Действие, которое происходит в те же года. Николай Свечин – автор более 170 ретро-детективов. Его творчество привлекает поклонников прежде всего захватывающими сюжетами, богатыми языком повествования, обилием исторических фактов и известных личностей, а также глубокими познаниями истории родной страны. И в этом читатели могут убедиться сами, прочитав ретро-детективы Николая Свечина. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...